День железнодорожника Потому что уровень функциональной готовности на сегодняшний день у Спартака, объективно говоря, немножко выше, чем у нас. Они больше игр сыграли. Они готовились к Лиге Чемпионов, к отборочным играм. Мы им желаем удачи, чтобы они прошли. У нас свои были сложности. Сегодня впервые играл Краховяк, который тренировался с нами буквально 5 дней. Произвел хорошее впечатление. Я очень доволен игроками. Они проявили характер, волевые усилия. Это для нас сегодня самое главное. А дальше игра пойдет. Гильермо был сегодня лучшим на поле в составе «Локомотива»? Гильермо хорошо сыграл. Он и должен так играть. Когда-то у нас Овчинников, когда мы стали чемпионами, Овчинников сыграл 20 матчей на ноль. Вот сыграет 20 матчей на ноль Гильермо, мы опять станем чемпионами. Вопрос про Краховяка. Я заметил, что в ходе матча он подсказывал таким опытным футболистам, как Денисов, подсказывал Фернандо, что он на тренировках такой же открытый парень. Можно сказать, что он уже влился в коллектив? Это нормально, когда в процессе игры происходит взаимодействие с игроками. Это нормально то, что он даже русский язык знает. Это очень важный фактор. Очень плохо, когда все молчат. Вот это очень плохо. А когда подсказывают, значит, человек активный на футбольном поле, он хочет лучше и так далее, и так далее. И так же, как и на это реагируют игроки. Игроки остальные тоже хорошо реагировали. Подсказывать, в принципе, у нас есть кому, есть тренер. Но в игре это нормально. Нормальное явление. Как вам выход Баринова? Мы надеялись, что он Спартаку забьет, как в прошлом году, но не забил. Самое главное, мы хорошо играем в обороне. А Локомотив это всегда бастионы свои. Если у нас на нуле свои ворота, то это уже замечательно. А забить мы забьем чуть-чуть тоже.